да всем привет это первый выпуск кофе break show это сами кофе break show это совместный проект журнал саботаж и креативное пространство икра первым гостем у нас вызвался антон бугаенко да это вот он замечательный человек который большой друг нашего журнала автор проекта улица свадебный ведущий не только сказать да свадебно ведущий так что мы это тоже сейчас обсудим антон сегодня у нас 24 мая да это выпускной да у большинства школьников по всей россии насколько я помню ты свой выпускной вообще помнишь но если честно у меня не было в свою выпускную правда не выпускного я закончил влагородский мужской педагогический лицей и как-то у нас не принято было отмечать выпускной ну не знаю возможно в то время где просто собрался уехал домой в область я живу в николаевском районе и собственно приехали родители мы уехали домой вот так это и случилось не было салюта не было вот этого шампанского кататься на лимузинах это тоже не было просто сели в машину и поехали домой но если если сейчас я посмотреть на этих выпускников тебе грустно того что тебя такого него ну я наверное хотел бы да и она хотел бы покуражиться да можешь так сказать но но собственно говоря я это не попробовал или не жалею но смотри поскольку ты сейчас ведущий до мероприятия хоть раз вел выпускные давил выпускные и у студентов и у школьников и у тех кто заканчивает среднюю школу то есть у девятиклассников там были веселые ребята танцевали радовались ну слегка завидовал им знаешь так слегка вот ну принципе большой зависи нет а чем там вообще отличается от обычных каких-то мероприятий есть какие-то свои фишки может там больше бухла ли что в этом духе по большей части выпускной это наверное работа диджея а не ведущего ведущему там нужно сказать официальную часть для родителей пока не послали да все верно ты правильно говоришь вот то есть сказать какую-то официальную часть для родителей до провести что-то какой-то интерактив пообщаться с людьми а дальше вот им школьникам там студентам на выпускных им хочется танцевать путить куражится вот это за эту часть отвечает диджей ну вообще принято считать что антон богаенко логограде один из самых лучших ведущих мероприятий вранье вранье я сейчас это придумал на самом деле вообще-то как начал свой путь ведущего счет вообще решил что вот я наш буду ведущим что тебя сподвигу наверное моя активная студенческая жизнь игра в квн в пед университете общение с людьми постарше до которые прошли опять же тот же квн опять же ту же активную жизнь попробовали провести ученику в клубе ну и я собственно раз это начинал провел ученику в клубе провел корпоратив провел юбилей сыграл свадьбу она собственно говоря свою до попробовал что такое свадьба изнутри и только через два года после того как свою свадьбу сыграл я вот начал уже понимать что наверное готов просто такой праздник ответственно всю жизнь я подумал что и скорее всего готов и вот друзья как-то позвонили и сказали что вот у наших там родственников или знакомых я уже не помню был отличается на году есть свадьба нечто идущего и там немного денег у них есть там хотят молдовы там заводного озорного бегу да давай попробуем и вот собственно говоря с того все началось поехала катилась но вот смотри я ни разу никогда не вел не вел никаких не свадьбе не мероприятий но в университете пару провел но это несерьезно если захочу стать ведущим с чего мне нужно начать тебе нужно нужно вот как я это делать начинал да тебе нужно посмотреть как работают другие ведущие то есть чтобы у тебя была самого оценка такая небольшая до посмотреть ни одного ведущего то есть сходить на свадьбу прийти там ну познакомиться с человеком да допустим попроситься там к нему подаваном да может быть или может быть самому гостем побыть на свадьбе понять что тебе нравится в работе ведущего того или иного, что бы ты хотел для себя подчеркнул или что бы вообще ни в коем случае ты не позволил бы себе сделать. То есть сначала нужно посмотреть на работу другого человека. Потом я бы посоветовал для молодых ведущих, сейчас большая масса вообще различных мастер-классов проходит, как в нашем городе, так и за его пределами в больших городах. В Москве Russian Showman Week проходит большое такое мероприятие для ведущих начинающих и крупных таких серьезных игроков. То есть понабраться опыта, пообщаться с людьми и собственно говоря. Ну а тут дальше уже включай голову, делай конкурсы, интерактивы. По большей части ценится то, что-то авторское, что-то придуманное. Ну и там уже дальше опыт просто даст тебе какую-то свою дальше дорогу, то есть ты можешь один раз гостю что-то, ну гость тебе сказал, ты пошутил в ответ и как бы запомнил, ты можешь шутить эта же штука, это называется резина. Да, ты можешь шутить этой же штукой на каждом празднике, да. И чем больше ты это усовершенствуешь, тем больше у тебя таких штук будет и ты будешь таким с богатым опытом, с богатым багажом всяких шуточек-прибаутчиков человек. Ну как-то так. Ну в среднем в месяц сколько ты ведешь мероприятий? Ну примерно если вот брать сезон, да это с конца апреля по конец октября выходит от четырех до десяти праздников. В месяц? В месяц. В месяц. Десять праздников в тридцать. Слушай, неплохой доход, да получается? Ну я тебе говорю сейчас не только о праздниках именно свадебных, да, есть еще там различные рекламные мероприятия, открытия магазинов, корпоративы, юбилеи. Это все чуть ниже стоит, чуть-чуть дешевле, да. Поэтому ну всем кажется, что такая заоблачная сумма невероятная. Вот сейчас я считаю, там сидят 10 на 27, 270 тысячи, куда он девает, почему он сидит. Скажи, атмосферу бесплатно провел? Атмосферу провел бесплатно, ну так можно сказать по бартеру я провел, да, я поставил свой павильон с улицы, да, совершенно бесплатно. Ну заплатил 30% благотворительности, все как положено. А много наработал? Нет, небольшая сумма, там порядка 12 тысяч рублей, ну и это как бы приятно, почему бы нет, да, почему бы не заработать. Ну давай без того, чтобы кого-то обидеть, можешь выделить тройку лучших ведущих, ну помимо тебя, понятное дело. Слушай, это такой вопрос, такой провокационный, не, есть много ведущих хороших, я могу сказать о тех вот, которые, не могу кого-то выделить супер, кого-то там, потому что действительно какие-то коллеги нас смотрят и обидятся. Я могу сказать, что есть хорошие выстрелившие ведущие вот совсем, которые, возможно молодые даже, да, совсем немного у них опыта, но они очень хорошо котируют сейчас. Александр Грицук, например, Бачурин Женя и Андрей Басов. Вот одни из вот таких ведущих, которые сейчас там, ну, которых берут довольно-таки неплохо, да, есть, наверное, несколько факторов в том, что они предлагают интересную программу, хорошо выглядят, возможно, там стараются много над своей программой и, ну и есть такой феномен, да, появляется новый ведущий, его еще никто не пробовал, да, но, казалось бы, да, все его советуют и все хотят его попробовать. Потом уже, как бы, я тоже был в свое время таким, да, что у меня там количество свадеб было огромное, ну, может быть, я еще и стоил тогда не так дорого. Сейчас поменьше свадеб, но зато они дороже, зато они интереснее, зато они качественнее сделанные, вот. А так вообще, ну, все в чате там 50 человек у нас сидят, мы делимся опытом, меняемся заказами и, ну, там нет каких-то левых людей. Ну, смотри, помимо того, что ведущий, ты же еще и фрилансер, да, насколько я знаю? Ну, я вообще много чего делаю, честно, я не работаю официально нигде уже два года. И налоги не плачешь? Нет, плачу налоги, плачу налоги. У меня есть магазин, черт возьми, я плачу оттуда налоги, там немалые налоги вообще. Ну, так вышло, что я не хочу нигде работать. Не хочу я пенсию получать. Не хочешь? Не хочу, я хочу заработать на яхту, на дом где-нибудь в Сан-Франциско. Не веришь, да, что государство может тебе обеспечить это? Нет, конечно, не верю, вообще не верю, правда. А вообще есть такие, скажем так, нотки соприкосновения с государственными структурами у тебя? Ну, в формате бизнеса, например? В формате бизнеса бывали у меня нотки соприкосновения с высшими чинами вообще. Ну, магазин Петля, да, там какой-то был очень интересный случай. Да, это больная мозоль моего бизнеса, моего проекта, да, это еще не бизнес, наверное. Вот, когда был всем известный в Волгограде, ну, там, молодежи, магазин Петля, это был интернет-магазин, который мы хотели открыть в формате физическом. Но нам помешали, помешали обеспокоенные мамаши, которые пожаловались обмансменом. Дошло до Павла Астахова, он выложил в соцсетях пост о том, что вот в Волгограде там будут продавать, не знаю, веревки, что там, бритвы, я не знаю, что должно, эти, не знаю, лестницы на крыше, что мы там должны были продавать, да, под таким названием. И мы с прокуратурой имели общение, не было никакого разбирательства, никто ничего не проверял, вот только почитали все из СМИ, что писали. И, как бы, ну, мы согласились, да, чтобы никого не мучить, потому что нам сказали, ребят, если вы это не прекратите, там, оставить это название вас не оставят в покое, там, придут пожарники, придут налоговики, там, придут, не знаю, полиционеры, там, кто угодно придут и вас просто изживут, и вы там не будете этим заниматься. Мы решили пойти на встречу и поменяли название за 15 минут, поменяли брендинг, там, спасибо нашим друзьям, вот, и убрали то, что не нравилось, да, то, что продавалось, там, кому-то не нравились, там, футболки завтрашний день не обещан никому, я не считаю, что это к суициду кого-то направляло, но, собственно говоря, захотели, ну, у нас все в стране, что хочет, то и делает. Кто-то покемонов ловит, там, в церкви, кто-то... И получает за это наказание? Получает за это наказание, да. А как к этому относишься, вообще, к таким ситуациям? Я считаю, что вот, что эта ситуация с покемонами, что там... С петлей? Концерт... Все-таки это две разные вещи, да? Какие-то абсолютно разные, разные вещи, да, я немножко вот сравниваю ловлю покемонов и концерт по серии Райт, вот, то есть, ну, одни перегнули палку и другие перегнули палку в ответ, вот, собственно говоря, так. Не считаю, что чьи-то чувства там были оскорблены, по крайней мере во втором случае, в недавнем случае. Вот. Ну, хочешь как бы нарваться, на получаете. Ну, если вернуться к разговору о петле, о названии петля, неужели ни одно СМИ не поддержало тебя? То есть, были только нападки? Поддержали, да? Ну, нет, поддержали очень много, поддержали... Знаешь, какие были СМИ вообще? Изначально, как я узнал об этом скандале, я был на отдыхе с семьей, и мне позвонило какой-то СМИ, я уже не помню какой-то, ну, какой-то местный авгарский, не знаю. Нет, не вы, я вас не знал, что-то, и вы меня не знали. Вот. Позвонили и сказали, слушайте, Антон, там, так, мол, так, вы открываете магазин, а мы просили друзей очень сильно репостить там открытие, все дела во всех соцсетях просто гремело. Я еще своим друзьям, многие когда спрашивали, слушай, когда откроется магазин? Я говорю, когда откроется магазин, вы все об этом узнаете. Ну, так, в шутку говорил, я даже вообще не думал об этом. И вот, как бы, всех просил, чтобы все репостили, и вот мне позвонили СМИ, говорят, слушайте, что там беспокойные мамаши, они говорят, что вы там открываете социальный магазин, хотите, мы напишем про вас добрую, положительную статью? Я говорю, ну, конечно, хочу. За деньги? 5 тысяч рублей, мы напишем про вас статью. Я бы честно сказал бы, вот прям, мне вообще не стыдно там сказать, потому что, ну, это грустно, правда грустно. Вот, они со мной пообщались по телефону, спрашивали меня, ну, не говорили, что это интервью, просто общались со мной. И потом я это прочитал, через неделю я прочитал все, ну, там, в этом же СМИ, да, мне там друзья начали скидывать ссылки, как раз я вел свадьбу, у меня такой день потрясающий был. Ну, что за СМИ-то? Да я не помню, правда, честно, я признал собой. Не-не-не, не помню, могу поискать их, хотите, я вам скину. Находи Волгоградская? Да, да, естественно, Волгоградская. Вот. То есть, потом все, что это написало, это СМИ, просто народ начал копировать, копировать, копипаст был прям... Все так и работают. Очень плохо. Кроме нас. Поддержал нас Линтач, мы очень обрадовались. Линтач? Да. Линтач выложили там, типа того, в Волгограде там нашли суицидальный магазин с суицидальными футболками, и там была там пенсия такая-то такая, на футболках написано было там, ну, там, пенсия там 7000 рублей, там, ипотека 23%. Были такие, да? Ну, мемас такую они сделали, прикольно. Но таких у вас не было, да, футболок? Да нет, конечно, нет. Это они сесть на стебанули, да, там, что нас дико порадовало. Ну, и какие-то пару тоже СМИ тоже... Нет, одни волгоградские ребята какие-то написали, там, прям, такой, прямо реально копнули, знаешь, копнули в землю, и что-то там поискали у нас, полазили в Инстаграме, там, вытащили какие-то посты, которые могли быть провокационными. Ну, естественно, реклама, это там, провокация какая бы она ни была, и название было провокацией, там, кто бы что ни говорил. Оно не к суициду, конечно, там, все это направляло, но такие свои какие-то нотки затрагивало. Ну, то есть, рассчитывал на такую реакцию, да, это специально, получается, название? На такую нет, на такую, конечно, не рассчитывал. Я рассчитывал на провокацию, чтобы люди запомнили, да, люди говорили, люди знали, простое было название русское, там, из коротких, там, слогов, но такой, такой резонанс, конечно, и я не хотел просто. У меня у самого просто ребенок, и, там, ни в коем случае не хотел бы, чтобы мой ребенок каким-то образом ассоциировал, там. У меня дочь шестилетняя, она плачет, папа, где петля, я не хочу в улицу. Ну, там, иногда у меня бывал в магазине, на диванчике сидел, ну, вот так, как-то так. Не пугал посетителей такими разговорами? Хочу петлю. Не-не, она, ну, она дом просто это говорит, нет, конечно, магазин такой она и говорит. Скажи, есть всякие конкуренты? Им на Волгограде? Вот смотри, вот смотри, вот у меня футболка с логотипом кофе-брейк-шоу, это нам сделали ребята из Print Cafe. Кстати, очень неплохое качество, спасибо вам за это. Вот условно Print Cafe, знаком с ними? Да, конечно, у нас есть, там, у нас есть, там, для нашего продавца, для промо-мероприятия, опять же, для базара атмосферы, мы печатали в Print Cafe футболку и ни в коем случае не стесняемся, но это промо-вещь. Они не конкуренты для тебя? Вообще нет. Другая сфера, да, получается? Конечно, да, другая сфера. Тут, понимаешь, тут можно в Print Cafe зайти, напечатать, там, взять картинок с интернетом, найти и распечатать на футболках. Но вы такое не делаете? Нет, 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 мы такое не делаем, потому что, ну, мы ввозим бренды, которые объединены какой-то философией. Это простые ребята, вот, да, это не бизнес. Ну, для кого-то это уже огромный даже бизнес, я бы сказал, кто уже давно в деле, кто что-то интересное делает, кто поймал свой определенный хайп. Ну, это вот, реально, группа ребят, которые объединены, там, какой-то историей и философией. Кто-то скейтер, да, они вот катаются на скейтах, они вот, там, знают, как это должно выглядеть, как это удобно, делают принты, там, с другими ребятами объединяются, рисуют. Там, кто-то рисует татуировки, там, да, и вот он в этой, в тату теме, кто-то, там, еще чем-то занимается. Ну, то есть, у каждой вещи есть своя история, у каждой коллекции есть своя история, у каждого бренда есть своя история, своя концепция. И это сделано не какими-то маркетологами, да, там, не дядьками, тетками в очках, там, сидят, расписывают, там, какие-то собираются, там, в кабинетах вдушных. Это вот прям дух такой улицы. Как ты пришел к тому, чтобы открыть магазин? Ну, значит, ты был ведущий-ведущий, а потом раз и... Да это было, наверное, я вот как ведущим, да, работаю, я до этого, там, как я уже рассказывал, да, там, вел активную творческую жизнь, там, играл в КВН, вел вечеринки, да, и так далее. Так, и к этому я пришел немножко заранее, то есть, я работал долгое время в магазинах, там, не знаю, будет ли это реклама в спортивных магазинах, в магазинах обуви, то есть, у меня был опыт какой-то такой. Рекламируй не страшно. Да, пофигу, я работал, я работал в магазине Adidas, в магазине Курсакома, да, и мне немножко потом от них тоже. Фаби, Вичини, Балдинин, галерея бутиков, пархаус есть такая. Тоже 35 возьмешь? Да, да, конечно, 35% со всего. Вот, то есть, набирался опыт какого-то, и все-таки не хотел. У меня такая была идея фиксная, сейчас у многих молодежь такая, кто-то просто лентянищит, а кто-то просто вырос немножко. Не работать на дядю, не работать на тетю, хотел самому что-то делать, что ты хорошо умеешь. Мне показалось, что я хорошо умею делать это, вот, и почему-то начал. Хотя до этого мы хотели с товарищем, с тем же, с которым мы, это Сергей Тонских, с тем же, с которым мы открыли улицу, мы хотели открыть секс-шоп. Ну да, такая у нас была идейка, вот, мы ее прям долгое время вынашивали, на каком-то, на его, по-моему, день рождения мы придумали, что вот откроем, потому что мы там подумали, что почему-то секс-шоп в Волгограде не очень. Объехали все секс-шопы, все секс-шопы объехали в городе и подумали, что мы откроем такой, в котором там, ну, которому будет не стыдно. Ну, вообще, хотел бы вот сейчас, имея опыт открыть себе магазин улиц, открыть секс-шоп. Нет, нет, я прям, ну, отошел, честно, он там немножко пересмотрел. Вырос? Да нет, нет, не вырос, я просто понял, что я, наверное, нашел себя в той стезе, в которой я себя видел. Ну, вот, прям вот то, чем я хочу заниматься, это вот то. Давай, сколько стоит открыть магазин Streetwear, вот если я хочу им заняться? Смотри, это зависит немножко от разных факторов, да, ну, ты вот с нуля, да, ты прям вот хочешь там открыть магазин. Тебе нужно понимать, что тебе нужно, что тебе должны быть деньги на аренду, да, по крайней мере, на минимум на два месяца, то есть на первый и на последний. Значит, 60 тысяч, да? Ну, если говорим мы о вот той точке, где открыты мы, да, это 60 тысяч рублей, вот, это раз, там. Кассовое оборудование, всяческое оборудование, кассовое, ноутбук там, да, ну, если не будешь его брать из дома, как это сделали мы, да, там, мой напарник принес из дома ноутбук, он принес макетафон, чтобы была музыка, да, чтобы была атмосфера. Ну, давай, мы тоже, я тоже беру из дома. Хорошо, какое-то оборудование, да, закуплено какое-то, сделано на заказ, то это порядка там тоже, ну, там, порядка 25-30 тысяч рублей, там, ковры, что-то такое, шторы там, да, это уже там 40 тысяч рублей, это плюс, там, к этим 60, да, это уже сотка, вот. Плюс тебе нужно будет закупить товары, так как у нас был магазин интернет, да, и магазин, ну, такой маленький шоу-рум был у нас, вот, у нас товар потихоньку копился, то есть у нас был большой багаж товара. Ну, ты, по-моему, начинал, насколько помню, с квартиры, да, там держал? Да, в квартире у нас в шкафу, в шкафу висел, умещал все, как бы было там 2-3 бренда, и я убрал это все, там, снимал свежие, повозил людям, там, показывал, продавал. То есть, ну, вот за два года накопилось абсолютно количество товара, и плюс еще к моменту открытия, ну, мы закупились, наверное, еще тысяч на 100-150. Кто-то даже, да, мы настолько хорошо там сдружились с ребятами, с брендами, кто-то дал нам в рассрочку, там, кто-то дал под реализацию, да, там, товар, то есть, ну, к открытию мы прям загрузили магазин хорошенько. Тысяч триста, да, получается? Плюс-минус? Ну, там, плюс-минус, да, какой-то ремонт, нам попалось помещение, в котором не нужно было делать ремонт, нам очень повезло с этим, да, это была наша головная боль. Тысяч, нет, ну, на закупку, наверное, товара там потребуется, там, тысяч двести пятьдесят-триста, и вот, ну, тысяч... Ну, ну, вот до пятисот тысяч рублей можно открыть магазин. И через сколько отбивается? Или ты до сих пор не отбился? Слушай, ну, такая вот тема, да, что пока что я там живых денег не могу увидеть, да, потому что все, что я получаю, идет на развитие. На развитие в интернете, на развитие, на покупку новых брендов, на закрытие долгов, как бы это ни печально было, да, есть такие там месяца, как, допустим, январь, февраль, март, опять же, когда продается не очень много, нужно платить аренду, нужно платить продавцу зарплату, нужно закупать, опять же, товар. То есть, ну, пока что это такой прям твердый ноль, знаешь, но все идет к тому, чтобы он уже потихонечку-потихонечку-потихонечку поднимается. Ну, получается, ты живешь в проголодь? Нет. Время на тебя совсем не подумать? Да, да, опять же, ты не забываешь, что я веду свадьбу. А оттуда забираешь, да, на развитие? Нет, вообще ни капли оттуда не забираю, то есть, я сейчас уже ничего не вкладываю в магазин, то есть, деньги сами аккумулируются, то есть, вот они там продалось, мы за что-то заплатили, что-то купили, опять то продалось, что-то закупили, что-то там и так далее. Ну, получается, три года и ноль? Нет, давай не будем так говорить три года и ноль, а два года и открытие магазина. Стритвир в Волгограде, это что вообще такое? Это пока что еще такая прям тема. Отечественная стритвир или вообще стритвир? Отечественная. Отечественная, это еще такая вот прям на поверхности тема лежит, еще не все о ней знают. Ну, благодаря там пабликам в социальных сетях, да, народ больше узнает вам, сайтам, да, каким-то полезным информационным, интересным СМИ. Вот, народ потихонечку узнает, но, говорю, пока человека не приведешь сам, да, каким-то образом, там, постучишь к нему друзья и мы так делаем, пишем, привет, чувак, мы открыли магазин, приходи к нам, у нас круто. Вот, приходи не покупать, приходи познакомиться, пообщаться, там, посиди у нас, попей чайку, вот, мы так общаемся, там, а ты как-то поближе с людьми хотим быть. Вот, пока не приведешь его, он не приведет своих друзей, показать, да, посмотри, как у них круто, ну, это проходит такой длительный период. Опять же, в вторичных городах, Москва, Питер, там, все как-то, все побыстрее завертелось, там, все это, у нас, все это, ну, туговато. У нас есть два магазина, ну, периодически кто-то пытается открыться, ну, пока только два магазина. В Волгограде? Да, Волгограде. Улицы? Улицы, да. А где второй? И еще есть магазин Вропшоп, Веропстимов. А, Вропшоп, это ваш? Не-не-не, не наш, нет, у нас только один, да, это, это тоже ребята молодые, которые появились за год до нас в формате интернета, и за год до нас в формате офлайн-магазина, то есть они такие, наверное, первопроходцы. Ты их знаешь лично? Да, лично знаю, как только мы появились, да, мы не знали, что они там, что они есть, мы думали, что мы первые, мы пионеры такие в Волгограде, вот. Потом пришлось убрать в описании паблика первый, да? Да, знаешь, ничего мы не убирали, мы такие ребята амбициозные, почему нет, вот. Мы познакомились в соцсетях. Давай на чистоту, это конкуренты? С одной стороны, да, с одной стороны, конкуренты, а с другой стороны, нет, потому что мы возим абсолютно разные бренды. А чем отличается? Ну, тематикой, наверное, и, да, у них вот, они сами ребята занимаются экстрим спортом, вот, и возят ближе вот такую тематику. Ну, и еще какие-то бренды, которые сейчас на волне, там, называется, там, сейчас новая волна, там, хайп в стритвире, да, в отечественном. Вот, а мы что-то возим немножко помоднее, там, покрасочнее, поярче, ну, вот. А куда можно сходить, там, в клуб в этих вещах, да, в наших, там, не знаю, что еще можно сделать. Ну, вообще, повседневное дело, да, на физру, порой дорого бывает, многие жалуются, что дороговато у вас, ребят, на физру ходить. Жалуются? Да, жалуются. Да, это не дешево, это, правда, не дешево, потому что, ну, кстати, захожу в магазины такого масс-маркета, будь то H&M, там, не знаю, что еще есть. Сейчас многое радио осталось, там, Topshop раньше был, там, Zara, та же, да, ну, где-то есть там близкие. Нью-Йоркер, да? Спорт коллекции, Нью-Йоркер, да. Они приближаются прямо к нашему ценнику, да, если у нас сейчас футболка вот 1000 до 1400, до 1500, вот, то там, там, стабильно, 100-1200 уже есть, но они шьют, там, миллионами тиражами, вообще, на весь мир, тут ребят молодые шьют, там, ну, партии, там, ну, максимум по 5000 футболок, там, допустим. Слушай, скажи, российский стрит-вир чем отличается от западного? Потому что, ну, по-моему, ты сам говорил в интервью, что западный уже вышел на подиумы, в фильмы, в музыку, а российский это больше андегранд, да? Да, да, так и есть. Российский это еще молодой такой стрит-вир, вот он там, ну, у него есть несколько фаз, да, там, 2003 год, да, там, самый первый появляющийся ребят, потом 2009 и уже 2014, наверное, год, когда появились в 2014 году, как-то все там завертелось очень сильно, там, в вопросе, там, импортозамещения и так далее. Народ начал понимать, что можно на этом делать деньги, потому что курс доллара вырос, и, там, опять же, те же кроссовки, те же футболки, которые стоили, там, футболки, как говорят сейчас модно байтят, воруют, да, немножко идеи, фишки, вот. Ну, нам есть куда расти, потому что сейчас очень много смотришь, там, опять же, в тех же клипах, в тех же СМИ, рассказывают о том, что кириллица, да, вышла, там, на определенный уровень, там, благодаря, там, он же дизайнер, там, Гоша Рубчинский, как бы его кто-то там любил, не любил, я не люблю, вот. Не любишь? Нет, нет, не люблю, это неинтересно, мне кажется, ну, многие говорят, что это немножко, там, не то, в чем ходят на улице, да, это высокая мода, так для чего делать такую одежду, одежда должна быть практичная, помимо того, что это, там, модная, вот. Вот, одежда должна быть стильная, актуальная какая-то, вот. Ну, то есть, ну, на Западе это, там, хавается очень сейчас, там, потихонечку наши бренды начинают, там, переманить, перекупать, но, если говорить об Украине, да, то сидим у нас попить чайтерк, допустим, наши русские, да, открывают магазин, собственно, там, в Киеве, он открыл уже в Москве, в Питере магазин, собственно, и вот сейчас, в Киеве, следующий старт, вот. То есть, ну, потихонечку двигаемся, двигаемся туда. Говоря о том, что что-то воровать, и говорят, что ты воркшоп тоже подсмотрел где-то. Да, подсмотрел, да. Ну, где, говори. Вдохновился. Магазин Родина есть даже, это сеть магазинов уже, Артем Малышев, наш товарищ, они как-то завязались с МТС, с сетью, да, там есть поколение М, то есть поколение молодежи, там, наверное, поколение МТС, вот. И проводят совместные мероприятия, но там в формате дизайна, дизайна одежды, дизайна принтов, там приходят ребята интересные рассказы об этом во всем. Вот, я посмотрел идею и подумал, почему бы не делать что-то подобное, но в своем ключе развивая, вот, ну, уличную культуру в Лугограде, потому что, ну, как-то все, там, обособленно очень маленькими такими кругами сидят, как-то шуршукают что-то там у себя. Почему не познакомить людей друг с другом, да, не сплотить, там, тех же скейтеров с татуировщиками, да, там, не знаю, экстремальщиков с графитчиками, вот. И сделать эту общую площадку, ну, что, собственно говоря, поможет мне немножко продвигать свой проект. На первый воркшоп он чем был посвящен? Он был посвящен винилу, виниловым пластинкам, да, Сергей Гурченков, фанки-драмер, да, пришел к нам и помог, ну, рассказал о том, о истории немножко сказал, о своем творческом пути, дал попробовать людям поиграть на виниле, потому что, ну, это все в клипах, там, интересно смотрелось, да, казалось недоступно, да, для многих. А тут вот пришел, потрогал, попробовал. На первый воркшоп пришло 15 человек, да, по-моему? Ты рассчитывал на большее количество? Я не думал, что придут и 15, я тебе честно скажу, потому что, ну, мы как-то начали опять активно там все это собирать, всех людей в соцсетях. Кто-то откликался, потом мы начали писать, ну, придешь, придешь, он там, да нет, я занят, это так же с фильмом было «Двух улиц», да, там, вообще невероятное количество должно было прийти народу, вот. Но мы рады, что пришли эти 15 человек, да, благодаря вашим корреспондентам их стало еще больше, да, то есть и вашим там рассказам, и тем людям, которые пришли, да, их стало 15, вот. Ну и магазин наш не такой большой, да, чтобы разместить большее количество людей. Вот на второй воркшоп мы ожидаем другое количество людей. А чем он будет? А через какие площадки еще продвигаете информацию о своем мероприятии? «Контакт», «Инстаграм», онлайн-журнал «Саботаж». Это мы! Вот, ну и «Сарафанка» — это друзья, то есть вот Иван Бабаев там… С другими СМИ не сотрудничать? А есть ли другие СМИ? Хороший вопрос! Нет, нет, правда, есть ли другие СМИ? У меня есть несколько проектов, да, о которых я хотел бы рассказать людям, хотел бы немножко вовлечь, да, помимо там улиц, помимо ведущего. Но никто не хочет сотрудничать, всем нужны деньги, а я говорю, я даю вам живой контент, я даю вам интересный контент, это мероприятие, его можно осветить, на него можно прийти, об этом рассказать, и потом можно сделать там отчет. Это три новости для человека, да, для ленивого, который, ну, собственно говоря, как ты как-то рассказывал, что там, ну, пробежался там по каким-то прокурорским там моментам, кого-то осудили, кто-то кого-то там зарезал, машина сбила, ну, все, что лежит на поверхности. А это вот, ну, живая новость, которую я даю, не понимаю, почему люди не хотят сотрудничать. Ну, кроме нас. Кроме вас. Кроме нас. Скажи, кроме их. Кроме их. Кроме их. Что, не будет тебе вопросов к нам? У меня будет к вам вопрос, наверное, знаешь, какой. Давай. Прямо это импровизация, мы не заготавливали, я не знаю, как буду отвечать. Мне просто интересно, вы меня просто пригласили, насколько я понимаю, я первый, да? Да, ты первый. В вашем кофе-брейк-шоу, правильно так и называется? Нет, кофе-брейк-шоу. Кофе-брейк-шоу. Мне просто интересно, сколько людей будет это смотреть. Я как начинающий. Для нас тоже загадка. Я как начинающий видеоблогер, ну, там, немножко борюсь там за подписки, за лайки, за там, за репосты. Вот, и мне интересно, сколько людей увидят, кому будет интересно вообще интервью со мной, кроме, там, мамы, папы, жены и... Ну, смотри, подписчики на улице, как думаешь, им будет интересно узнать тебя вот за кадром, не за прилавком, если ты сделаешь репост, например? Я обязательно сделаю репост. Еще б ты его не сделал. Да. Не знаю, насколько будет интересно. Ну, по крайней мере, волгоградским, возможно, кому-то будет интересно, да, возможно, там, мы уже пишемся полтора часа. Полтора? Полтора часа, не знаю, будет ли интересно посмотреть. Смотрел я на браслет и тоже вижу полтора часа. Да, интересно будет ли мы посмотреть, ну, там, час-полтора-сорок минут. Ой, ну мы обрежем там... Да, да, да. Ну, что там... Я имею в виду, что, ну, я буду очень рад, если кому-то будет полезная информация, которую я сказал, вряд ли, конечно, что-то полезного я рассказал. Я, ну, просто с вами пообщался, поотвечал на вопросы. Если это принесет какую-то радость, какую-то пользу и вам, и мне, и людям, сидящим за экраном, то вообще супер. Если посмотрят 10 миллионов человек эту запись, то мы все золотимся, правильно, 35 процентов, ты же не забыл. Конечно, мы выиграем годовой запас курочек от KFC, как один блогер, да, делает сейчас, продвигает в Твиттере. Я думаю, у нас так не получится, но есть к чему стремиться. У нас много своих собственных, волгоградских аналогов KFC. А, ну, кстати, да, там... Вы же нас смотрите. Точно? Мы на вас надеемся, что вы, ну, каким-то образом посодействуете. Возможно, как эта реклама называется, нативная, да? Нативная реклама, это прямо очень важно. Ну, конечно, мы же все-таки с тобой сейчас, в данном случае, ты продвигаешь, мы помогаем продвигать себя стритвир в Волгограде. Это все-таки, на мой взгляд, очень полезная штука. Вот ты как к этому относишься? К стритвиру? Носишь ли ты? Одежду в магазинах улицы? Ну, не обязательно, не обязательно, просто отечественный стритвир. Что ты знаешь, какие марки ты знаешь? Давай, юность, я знаю. Подсмотрел, да, все-таки полазил, да, немножко в Инстаграме? У меня планшет в руках весь эфир, так что я успел посмотреть. Юность, я говорил, да, уже говорил, да, по-моему? Ну и, собственно говоря, все. Ну, а что еще говорить-то там? Главное, что есть юность. Ну, давай, кого можешь выделить? Ну, я могу много выделить. Гордость, например. Гордость, это, кстати, наш такой долговиратский, я его сейчас называю патриотическо-локальный мерч. То есть, ребята, которые выпускают принты гордости на футболках, они делают это, там, к определенным мероприятиям, да, День Победы, вот, там такие патриотичные принты. Разготовиться там, принт посвящен нашей команде великой, волгоградской команде «Ротор». То есть, будет такой интересный, да, тоже будет выпускаться. Ну, я думаю, что там к чемпионату мира 2018 году будет там какой-то ряд принтов интересных, да, Который понравится туристам из-за рубежа или из других городов. И ребята с гордостью, мы вместе с ними озолотимся. Мы вообще забыли обсудить, знаешь, какой проект? Я твой бар вертил. О-о-о, это мой любимый проект. Твой любимый проект? Ну, нет, ну, совру, конечно, это приятный проект. Приятный? Приятный проект, да. Это интересный проект, в котором можно попробовать себя, свои силы. То есть, у моего товарища Романа Тикунова есть камера, которая снимает 360 градусов. Такой, благодаря, ни у кого нет. Ну, немножко повернутый гик. Заказал ее за бешеные деньги. И мы не смогли найти какое-то более логичное применение. Хотели снимать свадьбы на них. Там немножко качество не позволяет, да, все это делать. Вот. Хотели снимать какие-то экскурсионные туры. Но мы решили снимать бары, потому что нет никакого там, СМИ, да, опять так же можно сказать, проекта по барной жизни города. Ну, мы чуть-чуть охватываем. Ну да, вы, ну да, не спорю. Ну, вы там именно ходите там, не только в бар, вы ходите в заведение, в ресторан, в какие-то кафе. Мы вот именно такие вот прям на пивной культуре, в общем, решили сконцентрироваться. Именно потому что сейчас там крафтовое пиво на пике, да, сейчас очень популярно, модно, все пьют крафтовое пиво. И мы о нем немножко рассказываем. Мы приходим к людям, снимаем все это, немножко шутим, пьем, все это делаем бесплатно, собственно говоря. Бесплатно? Да. Мы бесплатно снимаем и бесплатно пьем. И бесплатно пьете? Да. Собственно говоря, мы предлагаем. Бесплатно пьют. Бесплатно пьем и едим иногда. То есть владельцы специально вас зовут, выпей у меня пиво. Кому-то мы сами пишем, мы хотим к вам прийти, у нас есть такое предложение, мы снимаем, вот мы покажем со всех сторон, ничего не укроется от глаз ваших клиентов. И, собственно говоря, это интересный, уникальный контент, такого там тоже никто не может предложить. Вот. И они такие отвечают? Они говорят, да, приходите, но 10 выпуск мы совсем недавно выпустили и, ну, мне кажется, это какой-то показатель, да, что 10 владельцев заведений приняли нас у себя. Вот. А как ты им сразу говоришь, что, ну, мы правда не хотим тратить деньги на пиво, и они такие, да без проблем. Нет, нет, я, ну, мы ребята очень прямые, очень простые, мы говорим, слушайте, у нас есть такой проект, мы показываем его, да, сначала там пишут в соцсетях, кому-то просто приезжаем. Говорю, у нас есть такой проект, проект некоммерческий, то есть мы денег не просим, но для того, чтобы нам его снимать, для того, чтобы нам рассказать о вашем ассортименте, да, о вашей культуре, нам нужно в нее погрузиться. Вот. Так как это некоммерческий проект, денег мы в него не вкладываем, мы, у нас есть условия, то есть есть, там, мы хотим выпить, там, три кружки пива, какого-нибудь вашего, и... На каждого? Ну, вот это, да, 0.33, 0.33 кружки пива. Мы хотим попробовать, то есть пиво искать, мы всегда разные пьем пиво, вот. И, если это, допустим, бургерное или, там, лапшичное, как, допустим... И кормят бесплатно. Да, иногда и кормят. Мы халявщики. Мы прикольные алкаши с супер камерой. Да? Ну, а что тут такого? Монетизировать не думаете? Конечно, думаю монетизировать, но для того, чтобы монетизировать, нужно, ну, набить, набить подписок, пока мы там, ну, очень мало у нас пока что подписчиков, и очень... Ну, посмотрим, естественно, побольше, потому что мы и сами пересматриваем все выпуски, вот. Но мы к этому идем, как только... Даже в одном из заведений мы уже брали деньги, да. Ну, это какое? Это заведение называется батискав. И сколько стоило? Две тысячи рублей. За видос? Да, за видос и плюс, опять же, бесплатно. Еще и бесплатно? Да, да. Надо на вооружение взять. Ну, слушай... Многие... Батискав. Кто-то приходит просто в такие заведения, и за то, чтобы снять обзор, или, там, панораму, там, знаешь, фото, там, ну, разные сайты есть, там, не знаю, там, EDM, да, по-моему, что такое есть, которое, ну, подобными вещами занимается. Саботаж. Саботаж, да, ну, кто-то прямо напрямую говорит, ну, мы без денег не придем. Ну, а нам, как бы, не нужны деньги, мы просто любим отдыхать, там, мы общаемся, там, в своих вещах и, собственно говоря, пробуем что-то интересное. Твое имя здесь играет какую-то роль? Или это любой можно создать, и вот ему будут бесплатно давайте пить и есть? Слушай, не имя, не имя играет, а играет, наверное, в формат общения с людьми. То есть, ну, вот, допустим, мой напарник, он, там, говорит, слушай, там, напиши вот этим ребятам. Я говорю, ну, напиши, там, есть желание у тебя, напиши. Он говорит, ну, ты же у нас, как бы, выходишь на контакт. Просто контакт нас какая-то, да, вот мы с вами, там, хорошо нашли общий диалог. Да. И со многими другими людьми, там, много, что мы делаем бесплатно или по бартуру, потому что мы можем договариваться, умеем договариваться. И я думаю, что это очень ценно в наше время. Не тратить деньги, но получать какой-то продукт. Да, и жить в проголоде. Скажи, самое вкусное… Это ты про себя. Про кого еще? Это ты там на свадьбе зарабатываешь. Давай, самое вкусное пиво. В каком баре? Знаешь, как, сейчас такая вещь, что пиво везде посудят. По сути, есть одинаковые, да, но самая представленная широко линейка – это, наверное, Аляска. Это пионеры, наверное, такой крафтовой культуры Волгограда. Вот они там скромняги, конечно, там не будут про себя такие говорить вещей, но все знают, что пошло все от них. Был даже такой случай, когда один из совладельцев Аляски предлагал нам открыть совместно. То есть магазин «Петля» и «Аляска Бар». Кто это, кстати? Это Стас. Стас, да? Наш хороший товарищ, да. И он, ну, предложил, знаешь, как вот, ну, просто написал ВКонтакте там, слушай, может быть, попробуем. Я говорю, ну, а что будет, как будет? Ну, я про крафт ничего не знал и не знал, как все это будет вообще соприкасаться. Ну, у них пока все было в планах, у нас тоже не было пока денег. И как-то, ну, ну, потерялся этот разговор, а потом они открылись и я, конечно, ну, кусал локти, что мы не сделали совместно такую коллаборацию с ними. А вне проекта где пьешь пиво? По большей части это, наверное, «Друзья Бар», «Аляска», ну, и «Нудлс» я очень люблю. «Нудлс», да? За лапшу? Лапша очень вкусная и пив Степан вообще это милое дело. А кого посоветуешь нам пригласить в следующий выпуск? Да, знаешь, много вообще интересных людей. Ну, давай, выбрать одного, вот кого бы ты хотел видеть? Раскрыть какие-то секреты, которые тебе не может лично рассказать? Может, ты с ним просто не знаком? Слушай, ну, есть люди, да, которым там вдохновляешься, да, есть, там, Семен Пименов, это идейный вдохновитель магазина «Флук», сети магазин «Флук», Дмитрий Тютьков довольно такая, ну, значимая персона в нашем городе. Вот, хочется, ну, людей, которых как-то не только в нашем городе успели там засветиться, да, и что-то сделать, но и их знаю там за пределами, чтобы узнать о богатом опыте. Я не говорю о молодежи, да, Александра Малашкина, да, тоже можно было послушать, довольно-таки интересный человек, тоже с большим опытом. Хоть я и был там у двоих из этой тройки, там, и на мастер-классах, да, и на каких-то лекциях, да, всегда интересно послушать умных людей. Вот. Ну, давай, выбери одного из них. Давайте Дмитрия Тютькова. Тютькова, да? Да. Ну что, зови, он же где-то здесь офис снимает? Вот рядышком через стенку. Да, только один с вечера, и я думаю, он не придет сегодня. Ну, на следующий выпуск, возможно, он к нам и придет. Что, есть у тебя еще какой-нибудь последний вопрос для нас? Слушайте, у меня есть пожелание. О, давай. Это мы любим. У меня есть пожелание, ребят. Я желаю вам, наверное, ну, как бы это банально не было, процветания. То есть, ну, развития. Невозможно, банально. Развития. И, ну, не только, подожди, это я к этому иду. Развитие не только вот формат разветвления таких интересных проектов, да, вот как Coffee Break Show, ну, сейчас появилось, да, помимо там, саботажа. Новых рубрик много. И, конечно, чтобы все монетизировалось, да, потому что, понятное дело, вы же студенты, вы же все студенты, правильно? Раскрыл, раскрыл всю информацию. Не, ну, а что скрывать студенты, и если бы это был такой хороший заработок, да, при любимой работе, то почему бы нет? Почему бы нет? Деньги, как говорят, не в деньгах счастья. Я считаю, что деньги – это тот ресурс, который помогает это счастье добывать. Особенно так говорят наркоманы. Запомните, дети. Да, да, пускай это будет цитатой. Вот. Ну, и побольше смотреть, наверное, кого-то интересных, там, тех, кто уже на волне, на них равняться. То есть, ну, смотреть, где есть какие-то ошибки, подмечать что-то для себя и делать что-то лучше. И все. И вас ждет успех. Да. И зовите меня. Зовите меня, кстати, в любой какой-нибудь проект, и я всегда вам чем-нибудь помогу. Мы запомним, мы записали и на диктофон, и на камеры, если что, и мы тебя обязательно пригласим. Ну что, спасибо, что пришел. Это был Антон Бугаенко, главный двигатель Стритвира Волгограда. Спасибо. Так уж вышло. Спасибо вам, ребят. Спасибо. 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 Спасибо.